Суровый мир дикой природы порой просто шокирует своей жестокостью. Животным, живущим в нём, постоянно приходится бороться за своё существование. А методы у них всегда одни – биться не на жизнь, а на смерть. Вашему вниманию хотим представить самые зрелищные битвы животных, снятые людьми со всего мира на камеру. Итак, начинаем! На берегу в свободном плавании находилась утка с тремя утятами. Казалось бы, всё спокойно и ничего плохого не должно случиться. Вдруг незаметно из-под воды к ним подкрадывается черепаха. Похоже, что утка кое-что заметила, но не придала этому большого значения. Черепаха подплыла очень близко и сразу же схватила одного утёнка. Если утка была бы повнимательнее, то такого, наверное, бы не произошло. А здесь произошёл подобный случай. Несколько голубей стояли на суше и вообще не подозревали о грядущейся опасности. Голуби видели черепаху, но не думали, что она может на них напасть. Когда она подплыла к суше, то сразу же молниеносно схватила одного голубя, который находился вблизи к ней. Потом утащила его под воду и там с ним расправилась. Верблюд против барана. По непонятной причине наглый баран приступил к нападению на верблюда, пытаясь его забодать. Верблюд тут же начал давать ему отпор. Он укусил барана за спину и сильно им дёргал. Потом верблюд его отпустил. Но упортый баран не усвоил урок и опять начал атаковать. Верблюд снова его укусил. На этот раз намного сильнее. И жёстко им подёргал. После полученной травмы баран больше к нему не подходил. На этом ролике подобная ситуация. Похоже, что осёл решил заняться с верблюдом любовью и начал активно к нему приставать. Потом верблюд сильно укусил осла за позвоночник. Немного им потрепал и отпустил. Наверное, после полученной травмы у осла уже пропало желание оседлать верблюда. Странное происшествие случилось в зоопарке в Нидерландах. Посетители засняли, как четыре медведя напали на одного волка в прутке и начали над ним расправу. Другие волки, видимо его сородичи, пытались хоть как-то отвлечь внимание медведей на себя, чтоб его спасти. Но все попытки были безрезультатными. Потом медведи вытащили жертву на берег и начали её поглощать. Неужели медведи были настолько голодны, что решились на такой отчаянный шаг? Вопрос странного их поведения остаётся загадкой. Мать лосиха стояла со своим детёнышем в маленькой речке, думая, что волки к ней не полезут. Но она глубоко заблуждалась в этом. Стая голодных хищников нацелилась на детёныша. Лосиха упорно пыталась всеми силами защитить своё потомство. Но волков было слишком много. Им удалось погрузить лосёнка под воду. Мать с неосторожности нанесла несколько ударов копытом по малышу. Потом волки вытащили бездыханное тело на берег. Лосиха ещё пыталась отогнать хищников. Но потом поняла, что лосёнок уже мёртв, и отчаянно оставила его на трапезу волкам. А здесь страус, стоя в полный рост, рассматривает что-то впереди и в то же время избавляется от своей природной нужды. Вдруг в одно мгновение из большой травы выпрыгивает самка льва и хватает несчастную птицу за шею. По какой-то причине оператору не удалось заснять сам момент нападения. Своими огромными зубами и мощной челюстью хищник прокусил шею страуса, не оставляя ему никаких шансов на выживание. Из-за своей невнимательности птица поплатилась жизнью. Горностай против кролика. Маленький и относительно кролика-хищник начал охоту в поле на ушастого зверька. Погоня велась очень долго. Горностаю никак не удавалось догнать и схватить кролика. Но он был очень целеустремлён и не сдавался. В один момент кролик выдохся, и тогда горностай набросился ему на шею. Зацепился за неё своими маленькими, но очень острыми зубами. После удушья кролик перестал подавать признаки жизни. Просто невероятно сопоставимы размеры кролика и горностая. Это ж какую надо иметь силу, чтобы одолеть жертву в несколько раз больше себя. Стая белых волков искала в этих бесконечных холмах хоть какое-то себе пропитание. Вдруг на пути им встретился заяц. Хоть они ним совсем не насытятся, но всё же это лучше, чем ничего. Они начали за ним погоню. Зайц – это одно из самых быстрых животных на планете и может развивать скорость до 60 км в час. В один момент волки выдохлись и прекратили за ним гнаться. Немного отдохнув, они опять начали погоню. Кажется, ещё немного, и они его схватят. Зайц со всех сил пытается убежать. Но всё же одному волку удалось схватить его. И тут же быстро подключились другие. Каждый пытается оторвать себе кусочек. Но этого зайца уж слишком мало для них, чтобы заполнить желудок. На этом видеоролике питон обхватил медоеда своим телом и начал душить. Сначала кажется, что питон играет роль хищника. Но на самом деле всё наоборот. Медоед захотел поживиться питоном. Но что-то пошло не так, и зверёк попал в смертельные объятия земноводного. К этой разборке подключились два шакала и начали кусать змею. Они это делают совсем не для того, чтобы спасти медоеда, а чтобы получить питона в качестве добычи. В один момент медоеду удалось вырваться из объятий питона. После того, как он пришёл в себя, сразу же начал бесстрашно изгонять шакалов от добычи. Считается, что в медоеда совсем нет страха перед своими врагами, которые намного больше и сильнее его. Он может напасть даже на льва или слона. Шакалы поняли, что с медоедом бороться им не под силу, поэтому оставили его в покое вместе с добычей. Белый медведь начал нападать на стаю моржов. Голодный хищник пытался загрызть сначала взрослого, а потом и маленького моржа. Но охота не увенчалась успехом. Животным удалось вырваться из лап кровожадного хищника. Добыча в виде моржа для полярного хищника выглядит весьма желанной. Но ввиду его размеров, а также наличия двух огромных бивней, справиться с ним непросто. Зачастую охота на моржов заканчивается для белого медведя полным провалом. На ферму к птенцам заползла королевская кобра, пытаясь схватить одного из них. Мать-курица бесстрашно начала защищать своё потомство. Пока змея отбивалась от агрессивной курицы, птенцы начали понемногу бежать с этого места. Сражение продолжалось до тех пор, пока все малыши не ушли. Мать-курица выполнила свою работу отлично. Ни один из птенцов не пострадал. Посмотрите, как безжалостно птица под названием секретарь расправляется со змеёй, которая заползла к птице на ферму в её владение. Она очень активно своими длинными лапами наносит удары нежелательному гостю. Фермер, который снимал происходящее на камеру, говорит, что змея пыталась утащить из гнезда яйца. Но заботливая птица быстро среагировала и кинулась на защиту своего потомства. Секретарь нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью. За некоторое время от полученных ранений змея скончалась. Петух против обезьяны. По какой-то причине белый петух решил броситься на обезьяну на поводке. Примат не дал себя в обиду и начал хватать петуха своими лапами, и также сильно дёргать его за крылья. Такое забавное сражение происходило ещё некоторое время, пока обезьяна не залезла на забор, чтобы не участвовать в драке. Забавная схватка произошла между слоном и страусом. Птица своим клювом укусила слона за хобот. Огромное животное приняло это за нападение. И тут же он схватил страуса своим хоботом за шею и начал тянуть. На этом моменте ролик прерывается. По рассказам автора, за некоторое время слон несчастную птицу отпустил. К счастью для страуса, всё обошлось лишь лёгким испугом, рассказал мужчина, который снимал видеоролик. Змейка небольшого размера пыталась вытащить из воды лягушку. Но похоже, что получить её будет непросто. Лягушка со всех сил пытается спасти свою жизнь. И начала ползти к воде вместе со змеёй. Упорное сражение лягушки за свою жизнь продолжалось ещё некоторое время. Потом она выдохлась, и змея с трудом, но всё же поглотила лягушку. Наверное, эта чёрная белка не разглядела опасности перед собой. И начала без страха подходить к опасному хищнику. Лиса просто лежит на траве и очень внимательно наблюдает за белкой. Потом, когда белка начала проходить мимо, лиса тут же дёргнулась за ней и схватила её в свою пасть. Несчастная жертва даже не заподозрила того, что лиса предпримет агрессию против неё. На этом сегодня всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока и до скорой встречи!